Доброго дня, уважаемые зрители моих понедельничных видео. Я Георгий Вербицкий и сегодня будем обсуждать рынки и то, как максимизировать прибыль и сократить риски и потери. Ну и для начала небольшой такой эмоциональный обзор того, что происходит на рынках. В общем, смотрите, неделя скучновато начинается. Из интересных моментов только снижение, очень сильное снижение S&P 500 и NASDAQ в пятницу. В пятницу, четверг, в общем, такие так себе были дни для американских индексов. Ну и в общем-то это похоже на то, что я ожидал. То есть я ожидал либо боковик, либо снижение, потому что ФРС будет сокращать балансы. Уже балансы, они как бы уже месяц где-то примерно на одном уровне, то есть не растут. Ну и очевидно, как бороться с инфляцией, только сокращение балансов ФРС. Думаю, что это будет происходить. Это будет давить на все технологические акции. Так что из технологических акций я бы рекомендовал всем выйти. Особенно из тех, которые не приносят каких-то дивидендов, которые завышены по фундаментальным показателям, то есть цена их завышена, они в первую очередь окажутся под ударом. Да и в принципе они уже оказались, но я думаю, что это еще не конец. Вот. Из интересных историй, ну, что можно сказать? Вот все падает, в принципе, видите, NASDAQ падает, крипта скоррелирована с ним, она тоже падает. Из интересных историй, наверное, отмечу Монеро, которая растет к биткою эфиру. Монеро это так называемый Private Secoin, то есть она со встроенным алгоритмом, который позволяет деанимизировать тех, того, кто получает и отсылает средства. Так что вот такой вот тренд, может быть, намечается у нас. Обратите внимание. Ну, еще у меня неплохо перформит портфель индонезийских акций, которые в основном задействованы в нефти, добычи и переработки, в добычи и переработки металлов. Что еще? Золото, серебра. Вот, наверное, такой портфель у меня тоже есть, и он растет сейчас. Вот, все остальное, ну, в общем-то, особо-то нечем похвастаться. Крипта, как я уже говорил, снижается вслед за NASDAQ. В общем, ничего особо интересного. Так что такие моменты, они тоже должны быть и они могут использоваться для того, чтобы перебалансировать свои потоки денежные. И сейчас, кстати, очень важный момент, это инфраструктура, торговая инфраструктура. Если вы хотите продолжать торговать, и у вас российский паспорт, то, конечно, надо искать какие-то запасные, там, запасных брокеров, запасные банковские аккаунты, чтобы иметь возможность это делать. Даже если будут приходить в дальнейшем какие-то еще более негативные новости, аккаунты какие-то брокеры будут закрывать американские. Так что, кстати говоря, вот есть азиатский брокер, он называется Tiger Securities или TIGR, вот прям как T-I-G-R, да, TIGR. Он торгуется в Америке, он дает доступ на азиатские рынки, на Сингапур, на Гонконг и на основной китайский материковый рынок. И это ему он интересен. И кроме этого, у него очень хороший юзабилити, то есть им очень удобно пользоваться. Он лучше по юзабилити, чем Interactive Brokers, который многие, я думаю, что из вас знают. Он открывает аккаунты для владельцев, насколько я знаю, все еще открывает для владельцев российских паспортов. В общем, обратите внимание, что такой брокер есть, достаточно удобный. Я думаю, что азиатские рынки это будет некая изюминка, и азиатские рынки меньше всего будет, скажем так, трепать из-за происходящих событий в мире. И азиатские рынки обладают очень большим потенциалом. И вот именно TIGR, как брокер, дает доступ на Америку и плюс еще вот эти все азиатские рынки. То есть это очень удобно для тех, кто хочет торговать, менять какие-то валюты азиатские друг на друга и так далее. В общем, присмотритесь. Под описанием к этому видео будет ссылка на открытие аккаунта в Тайгере, Тигре. Так что присоединяйтесь и какие-то там плюшки по этой ссылке вам тоже нальют. Может быть там сниженные комиссии, может быть еще какие-то штуки приветственные. В общем, хороший брокер, я самым пользуюсь и в общем-то рекомендую. Вот, ну теперь давайте посмотрим на тикеры. S&P 500 у нас, как я уже писал несколько недель назад, не растет, а наверное даже ближе к падению. В общем, очень некрасивая была формация вот здесь, вот эта вот свечка. Поэтому, честно говоря, я не удивлюсь, если он упадет куда-нибудь вот сюда в ближайшее время. Доля прогнозирования здесь не должна быть высокой. В целом, просто на мой взгляд, моя рекомендация просто в текущем году не держать американские техи. То есть я думаю, что они будут падать. NASDAQ выглядит достаточно некрасиво. И я в общем не предполагаю, что будет рост. 16 тысяч, я думаю, что мы не увидим еще достаточно долго. Поэтому на фоне сокращения баланса ФРС, на фоне подъема ставок, я бы не стал бы держать техи. То есть именно те техи, которые не приносят существенных дивидендов, а рассчитаны именно на такую спекулятивную историю, такую с завышенными валивейшнс, ну дорогие, дорогие, короче, технические компании, которые покупают в расчете на то, что они будут стоить еще дороже. Вот их сейчас брать не надо, наоборот, их надо продавать. Хорошие техи можно какие-то оставить, но надо понимать, что скорее всего и они тоже будут подвержены распродажам. Потому что в целом технический сектор, он, ну как бы, достаточно переоценен был за последнее время. Есть еще куда падать, в общем, аккуратнее. Нефть. Вообще, технически выглядит так, что это понижающийся такой как бы тренд, да, мини-тренд среднесрочный. И дальше вот здесь вот где-то должен быть прорыв вниз. Ну это чисто по технике, да. Как там будет, сложно сказать. Возможно, это просто треугольник, который сужается, и потом будет выход вверх. Вот, надо смотреть. Ну, в общем, по нефти пока сложно сказать что-то определенное. Золото. Золото выглядит довольно грустно. Вот это вот рост, который туда пошел, он не увенчался никаким дальнейшим движением. Ну и, соответственно, скорее всего тогда сценарий будет такой плавной проторговки и только потом продолжение роста. Так что пока ждем. Древнее китайское проклятие гласит, чтобы ты жил в эпоху перемен. Современное проклятие звучит иначе. Чтобы ты инвестировал в эпоху перемен. Те, кто инвестирует сегодня, уже познали это на себе. Одни считают, что инвестиции потерпели крах. Другие говорят, все только начинается. Именно для них новая книга Алексея Бочарова «Азы инвестиций». Для тех, кто недавно попробовал свои силы на фондовом рынке, или только планирует это сделать. Математика инвестиций, выбор инструментов, хеджирование рисков, работа с акциями и облигациями и многое другое. В одной книге от известного инвестиционного эксперта и практика Алексея Бочарова. Приобрести книгу «Азы инвестиций» можно в интернет-магазине «Финарти». Ссылка на книгу в описании под этим видео. Биткоин. Ничего хорошего нельзя сказать. Был ложный пробой, мы уже его с вами отмечали. То есть выше вот этой линии можно было заходить в лонг. Сейчас однозначно лонг противопоказан. Более того, был понижающийся максимум. И, соответственно, сейчас мы находимся на низком старте к дальнейшему снижению. Собственно, вот туда. Вот такой печальный прогноз. Чисто по технике биткоин смотрится плохо. Я уже говорил, что очень сильная корреляция с NASDAQ. Поэтому у всей крипты сейчас и у биткоина, и у эфира и так далее. Пока эта корреляция не начнет уменьшаться, я не ожидаю, что крипта будет существенно расти. Потому что мой базовый сценарий, что NASDAQ будет падать и тянуть за собой крипту. Потому что основные деньги воспринимают крипту как некую технологическую акцию. Вот так. Поэтому сейчас очень сильная корреляция. И пока мы не увидим, как она начинает снижаться, то к крипту сейчас нет смысла заходить и делать какие-то серьезные ставки. Я говорю в первую очередь, а биткоин эфир. Все остальное будет чувствовать еще хуже себя. Ну вот, посмотрим на некоторые. Фантом, да. Видите, очень грустно. Значит, что у нас еще? Матик. Тоже грустно, да. В общем, крипта вся выглядит печать. Атом, давайте глянем. Тоже так себе. Да. Прям плохо. Прям плохо выглядит крипта. Будем смотреть. В принципе, здесь вот эта зона, она будет, скорее всего, низковолатильная. И отсюда, наверное, откуда-то отсюда пойдет какой-то отскок. Не думаю, что будет сильное прям снижение. Но пока мы его не видим. Пока мы его не видим. Поэтому нет смысла заходить в крипту. Тем более в какие-то токены, альты. Это сейчас вообще полная лотерея. Очень сложно. Очень сложно. Что интересно. Вот смотрите, да. Натуральный газ чуть подешевел. И все вот такие вот металлические истории. Типа платины, палладия, палладий. Все тоже пошло вниз. Ураниум, да, пошел вниз тоже. То есть, все откатило. Единственное, в общем, неплохая. Неплохой тикер, который в целом, это ETF даже. Не конкретная акция. Это XLE, это ETF на энергию. В принципе, выглядит он классно. Смотрите, какой хороший рост. И посмотрим. Здесь меня что смущает технически. Нет, не вру. Конечно, не выглядит он классно. Потому что, смотрите, здесь был хай. И сейчас мы ушли ниже него. А хай был на объемах. Так что пока, честно говоря, вот эта ставка на рост производителей энергии, производителей металлов, пока она в силе. Но она, ну, как бы, естественно, под вопросом. Потому что частично эти акции начали падать. И то же самое происходит с сектором Agriculture Commodities. Это пшеница. Тоже как бы такое, да. Посмотрим. Пока еще нельзя точно сказать. Понятно, что тренды развиваются всегда в виде синусоиды, направленные вверх. Поэтому нельзя судить о том, что есть какой-то откат, что тренд этот сломлен. Но сейчас пока не видно подтверждения, скажем так. Будем ждать подтверждения. Российский рынок. Давайте глянем для разнообразия. Ну, посмотрим, что у нас. Сбербанк основное. Медленно сползает. Несмотря на то, что, по идее, люди должны будут куда-то вкладывать деньги, чтобы их спасти. Собственно, на этом это, видимо, и был такой рост. Сейчас началась какая-то обратная такая картинка. Слив. Кто сливает? Непонятно. Я думаю, что это остатки тех, кто не слил при сильных таких падениях. Потому что людям просто нужны деньги для каких-то своих. Кто-то выводит за границу, кто-то еще что-то. В общем, вот такая вот тенденция. Я думаю, что вряд ли она продолжится долго. Я думаю, что, скорее всего, будет какой-то диапазон. И постепенно мы будем возвращаться вверх. Потому что я думаю, что в России тоже начнут печатать деньги в больших объемах. И уже, кстати, начали. А это означает, что активы все-таки будут дорожать. Доллар-рубль. Я опять захеджировался. Причем захеджировался где-то вот здесь. По 75. Захеджировал я от 100. Сейчас есть еще одна хорошая возможность захеджироваться. Недорого, да. Потому что понятно, что у нас есть два курса. Один курс неформальный. То есть, курс наличного доллара. Курс доллара офшорный. И курс московской биржи. Собственно, вот этот график – это курс московской биржи. Поэтому есть некий риск, что захеджировав курс на московской бирже, вы все-таки не сможете минимизировать потери от того, что реальный курс уйдет сильно выше, а курс на московской бирже останется. Но хоть какой-то шанс в целом. То есть, понятно, что какая-то корреляция, может быть, она будет не стопроцентной. Но какая-то будет. И, возможно, все-таки частично захеджироваться. Ну, по крайней мере, такую опцию стоит рассмотреть. Тем более, в общем-то, на мой взгляд, доллар по 75 – это как бы ни в коей мере не отражает реальность. Ну, вот такая история. Ну, российский рынок, видите, стал такой очень нишевой темой, нишевой историей. Поэтому, если у вас что-то здесь есть, конечно, нужно предпринимать какие-то действия. Но я бы не стал увеличивать аллокацию на Россию дополнительно в таких условиях. Я думаю, что все-таки мы еще в начале достаточно негативного периода. Поэтому лучше переждать других активов, других юрисдикциях. Ну, и в завершении хотел бы сказать, что очень похоже, что где-то примерно до конца мая или до середины мая мы увидим некую развязку тех событий, которые происходят сейчас между Россией и Украиной. И, возможно, как развязка достаточно негативная, то есть эскалация, либо все-таки более-менее какое-то снижение градуса противостояния. И я думаю, что от этого будут зависеть очень многие тренды, которые начнутся после того, как определиться, что же это все-таки будет. Так что я лично для себя решил, что я постараюсь не предпринимать каких-то резких движений до середины-конца мая. Ну и потом надеюсь, что все-таки все разрешится, насколько это возможно, лучшим образом. Будем на это надеяться. Ну и дальше уже можно будет строить какие-то более-менее далеко идущие планы и так далее. В любом случае, сохраняйте хладнокровие. Не давайте вот этому эгрегору информационному возобладать. Он высасывает энергию, если вы проводите слишком много времени за чтением новостей. Никогда не читайте новости сразу же после того, как проснулись. Всегда старайтесь делать какие-то практики перед завтраком. До того, как вы погрузитесь вот в эту информационную историю. Ну, убирайте телефон из спальни обязательно. Так что вот такие базовые вещи, они, как ни странно, но помогают. Если вы чувствуете, что у вас не хватает энергии и так далее. Хорошей вам недели, удачи и хороших трейдов. Новости, аналитика. Видео портала finversia.ru и finversia.tv в удобном для вас формате. В Яндекс.Дзен и на Телеграм. На главной странице портала finversia в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала. Подпишитесь и получайте наши материалы и видео так, как вы привыкли. Субтитры создавал DimaTorzok